Сегодня у Гомельской области 545 школ, а маль половоз их белорусском умные. Адукацию у них отримавливают прикладно 18 тысяч детей. Дорога, незалежно от мовы, на которой ведется навучение, во всех установах адукации в области выкористовывают разные формы популяризации белорусской мовы. Оценка их эффективности стала главной темой областной коллегии адукации. На всех ступенях адукации, по заявке родителей, наши дети могут выучаться как на белорусской, так и на русской мове. На подставе заяв, которые подаются в научной установе, мы должны створить все умовы для выучения всех предметов на белорусской мове. По словам специалистов, вопрос о примусии детей нарушаться в народной мове ни в каком случае не стоит. Главное – дать им мягчимость выбирать. Только шесть школ в области ведут сайты с выкористанием белорусской мовы. А тем часом, при выборе школы для своего дитя, батьки в первую очередь выучают информацию миновата в интернете. Один из прикладов поспеховой работы в этом направлении – Гомельская гимназия номер 36, имя Ивана Мележа. В початковой школе выкладание ведется только на белорусской мове. Подрихтованные кадры в учебно-методичные комплексы, ответная техника для белорусского мовного выкладания есть все умовы. Не совсем от школы залежит. Залежит от того, на какой мове думают батьки. Популяризация, я думаю, что больше программ на белорусской мове, больше выступать и нам, наставникам, на белорусской мове. Например, мы батьковские сходы проводим только на белорусской мове. Только на белорусской мове. И у нас нема таких выпадков, что до меня подходят батьки и кажут, что я ничего не разумела. И они за довольнением слухают белорусскую мову и разумеют. Зарод пропанул, яке были огучены на коллеге, проведение унутришкольных мероприемств, утомлику рачистых линейок, ранешников, оформление документаций на белорусской мове, больше тесная работа с батьками и повышение профессийного взрыва педагогов. Ганна Ковалева, Яуген Макеенко, Телерадо, компания «Гумель».